Боевики на Донбассе продолжают вести огонь по позициям украинских военных. Только за минувшие сутки зафиксировано 33 вражеских обстрела, в том числе из запрещенных минскими договоренностями калибров. Трое украинских бойца были ранены. Также боевики препятствуют началу ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции. Все подробности расскажет Игорь Левенок. Окраины Горловки. Вот уже несколько недель здесь не утихают ожесточенные бои. Эпицентр противостояния украинской армии и российско-оккупационных войск – село Ленинское, теперь уже южное. 8 мая подразделения вооруженных сил Украины взяли под контроль этот населенный пункт. Зашли тихо, противник нас не обнаружил. Закрепились, начали окапываться потихоньку. Противник обнаружил наше присутствие уже на следующий день. С того времени боевики неистово пытаются выбить наших солдат с занятых позиций. Ведь южное – это уже пригород Горловки. Армейцы утверждают, этот населенный пункт имеет стратегическое значение. И по Минским соглашениям должен быть подконтрольным Украине. Это была серая зона, село Украинское. В соответствии, там находятся вооруженные силы Украины. Да, это стратегически важная точка. Да, есть выходы и на Горловку, и высотки, которые контролировались противником. Это все в целом плане имеет большое значение. Вот оно, село Южное. Дорогу к населенному пункту плотным огнем простреливают боевики. Это видео снято камерой нашего дрона. По спискам здесь проживают 206 человек. Армейцы говорят, сейчас мирных жителей осталось около сотни. В этом районе штаб объединенных сил почти ежедневно фиксирует вражеские обстрелы украинских позиций и мирного населения. Российские наемники прибегают к тактике выжженной земли. До такой степени, что они уже бронебойно запаливающими боеприпасами по жилых хатах. Просто их подпаливают. Выпаливают однезаводно. На днях боевики ринулись в атаку на наши позиции. Завязался ближний бой. Олег получил осколочное ранение в правую руку, но автомат не выпустил. Противник с потерями отступил. Первый прилет нас откинуло на дно окопа, упали, встали, начали отстреливаться, потому что сразу по флангам начала стрелковая работа. Противник подошел очень близко, там 100 метров может. После того, как мы отбили первую атаку, слышали, что там поранене кричали. И машины подъезжали, забирали. Чуть не было. Украинские солдаты уверяют, выбить их с позиций врагу не удастся. За проявленный героизм от командования объединенных сил бойцы получили правительственные награды. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Игорь Щепят. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.